МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Покажем, как в Салмычах полностью сгорел дом. И идея одного казанца, как жить за счет государства. Если меня сегодня по-другому закроют, я буду посплю спокойно. А также второй приговор по одному делу. У нас нет комендарий. Мы, наверное, пусть приговор, когда послушаем. Начало оглашения вердикта за мошенничество на 168 миллионов рублей. Это и не только. Прямо сейчас. Сразу три припаркованных на улице Тимирязева автомобиля протаранил водитель Пежоу, у которого усматривались все признаки сильного алкогольного опьянения. Мужчина сперва пытался сбежать с места происшествия, а когда не вышло, придумал версию, что за рулем был не он, а в крови, потому что сам жертва нападения. Юлия Гоголева с деталями. Пьянами гонять не нужно. Вот и все. Владельцы разбитых автомобилей выбежали на улицу сразу же, как только сработали сигнализации их машин. Увиденное их не обрадовало. У Хёнда и Солярис сильно разбита передняя часть. Чуть меньше повреждений у Лады Гранта. У Рено только царапины. Неподалеку стоял разбитый Пежо. Как произошла авария, догадаться было нетрудно. Но были и непосредственные очевидцы происшествия. Услышала удар, звук машины, выглянула в окошко. Рассказывает водитель Пежо, в припаркованный автомобиль влетел на полной скорости и, видимо, сам не понял, что произошло. Ну, он стоял, не выходил, ничего. Потом он отъехал, припарковал вот здесь машину, подошел сюда. Ну, ясно было по походке видно, что человек был не в трезвом состоянии. Затем мужчина пытался убежать, но его задержали очевидцы. Автоинспектором он и вовсе стал говорить, что за рулем был не он, а в крови, потому что на него напали и прынули ножом в руку. Но под тяжестью рассказов очевидцев сознался, за рулем Пежо сидел он. И порезан на руке результат аварии. Солкновение было? Да, было. Вы сегодня выпивали? Нет. Просто, ну, погода на слове, видите, как я, случайно. Проходить медосвидетельствование на наличие алкоголя в крови мужчина отказался. Однако и без показаний приборов было видно, что выпил перед тем, как сесть за руль, он немало. Теперь ему грозит лишение прав и штраф 30 тысяч рублей. Вероятно, и оплачивать ремонт разбитых им машин в конечном итоге также придется ему самому. Юлия Гоглева, Нафиса Минязова, Наэль Абдулин. Вызов 112. Три человека погибли сегодня днем в страшной аварии на трассе Аксубаева-Нурлад. Там водитель Джили выехал на встречную полосу и столкнулся с Ниссаном. Два пассажира японского автомобиля и сам водитель Джили скончались на месте происшествия. А накануне в аварии в Лаишевском районе погибли два пассажира такси. Согласно данным автоинспекции, водитель Hyundai Solaris при повороте налево в сторону Рыбной Слободы не уступил дорогу встречному Ниссану. Удар пришелся такси в правый бок. Два человека, сидевшие на заднем сидении, погибли на месте. Водитель и пассажир, сидевшие впереди, получили травмы. В Ниссане никто не пострадал. Выезд на встречную полосу стал причиной крупной аварии в поселке Салмыче на улице Центральная. Девушка-водитель Kia Soul не справилась с управлением и врезалась в ладу Калина. Подробности у Рамиля Шайдулина. Я ничего не буду. Давайте без этого. Рассказывать, как произошла авария, автоледи, сидевшая за рулем Kia, отказалась на отрез. Водитель Лады уточнил, скорее всего, потому, что она сама и виновата. Причем это прекрасно понимает. Резко уехала на встречу, и все, столкновение. Она как-нибудь обеспечила свою маневру вообще? Ну, что-то роль потащила у нее. В результате Kia Soul и Лада Калина столкнулись лоб в лоб. Несмотря на то, что повреждения машин достаточно сильные, люди в аварии, к счастью, не пострадали. К слову, женщина совсем не спешила признавать свою вину. Часть ответственности пыталась переложить и на второго автомобилиста. Если бы он не рулел, у меня не было, поехали вот сюда. Все обстоятельства произошедшего предстоит установить автоинспектором. К слову, аварий на этом участке дороги совсем не редкость. Во вторник здесь же также лоб в лоб столкнулись Kia Rio и Ford Fiesta. В той аварии пострадали 4 человека, в том числе 5-летняя девочка. Девушка, управлявшая Kia Rio, призналась, что потеряла контроль над машиной после того, как правыми колесами съехала с асфальта. Проезжая часть в этом месте гораздо выше обочины, что, по мнению местных жителей, и является основной причиной ДТП. Рамиль Шайдуль, Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин. Вызов 112. Двухэтажный дом полностью сгорел минувшим вечером в поселке Салмачи. Его только строили люди, в нем не жили. Пламя за считанные минуты охватило все помещение. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Была угроза распространения пламени на соседние, уже жилые дома. Огнеборцам потребовалось почти два часа, чтобы справиться со стихией. Во время пожара никто не пострадал. Молодой человек придумал, как обеспечить себя крышей над головой, мягкой постелью и горячим питанием. Причем совершенно бесплатно. Возникший в голове план, он тут же пошел воплощать в жизнь. Как он признается позже, идти ему было больше некуда. Он поделился секретом комфортной жизни с Еленой Веселовой, при этом посетовав, что машину к нему могли бы прислать и комфортнее. Он рассказывает, что сделал это нарочито показательно, чтобы сотрудники магазина наверняка заметили попытку кражи. Бутылку спиртного брал с прилавка не торопясь. Прятал почти что публично. Мимо КАС проходил медленно, чтобы продавцам даже бежать не пришлось, чтобы его задержать. Просто мне сегодня, в данный момент, некому удобу пойти. Если мы все-таки закроем, я буду посплю спокойно. Говорит, только вышел из спецприемника, отбывал пять суток административного ареста за хулиганство. Под надзором уверяет, понравилось. Тепло, кровать с чистой постелью, кормят бесплатно и охраняют. К тому же делать ничего не надо. С внешней стороны решетки картина для него совершенно иная. И решил вернуться. Но вот беда. Автомобиль, который за ним прислали, оказался не так комфортен, как бы ему хотелось. Представляешь, тут даже голова не поднимается. Что это такое? Теперь срок его комфортной жизни за государственный счет будет зависеть от квалификации действий мужчины сотрудниками полиции и решения суда. Елена Веселова, Новиса Минязова, Наэль Абдулин, Вызов 112. В советском районном суде Казани вынесли приговор в отношении троих казанцев, обвиняемых в похищении человека и вымогательстве. По материалам дела, в феврале 2017 года к ныне подсудимому Артему Априкяну обратился его знакомый с просьбой выручить друзей. Якобы те забрали у членов группировки банковскую карту, где было свыше полутора миллионов рублей. Он пообещал вернуть нужную сумму. Но когда Априкян организовал встречу с нужными людьми, ныне потерпевший заявил, что не принес карту. Тогда подсудимый стал требовать у него эти деньги и привлек двух членов ОПГ Суконовские. Артура Ювакаева и Саида Боязитова. Они привезли мужчину на съемную квартиру и незаконно удерживали его несколько часов, требуя деньги. Свою вину подсудимые признали частично. К тому же потерпевшие подсудимые пришли к примирению. В итоге суд отправил Артема Априкяна в колонию строгого режима на пять с половиной лет. Туда же отправился Саид Боязитов. Его приговорили к трём годам лишения свободы. Третий подсудимый получил два с половиной года в колонии общего режима. После оглашения вердикта суда, мать одного из обвиняемых высказала своё недовольство прямо на заседание. В прошлом году Артему Априкяну вынесли приговор и по другому уголовному делу, как доказали судоуследователи. Вместе с другими подельниками он запугивал предпринимателя, подбросив на территорию его дома телячью голову. Тогда он получил два года условно. В Ахитовский районный суд Казани начал повторно оглашать приговор по делу доцента КФУ Дарьи Алякиной. Женщину подозревают в мошенничестве на 168 миллионов рублей. Два года назад подсудимые уже оправдали по этому же делу, но прокуратура обжаловала это решение. Из зала суда репортаж Айрата Назипова. На скамне подсудимых доцент КФУ Дарья Алякина. По версии следствия, 44-летняя женщина, будучи руководителем казанского филиала Московской страховой компании, похитила у организации 168 миллионов рублей. Происходило это в период с 2008 по 2014 годы. Как полагает гособвинение, подсудимая заключила фиктивные агентские договоры с четырьмя подконтрольными ей организациями, которые фактически не получали и не реализовали страховые полисы, но получали за это комиссионные вознаграждения. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Вину она не признала. У нас нет комментариев. Мы, наверное, пусть приговор, когда послушаем. В премии государственное обвинение просило для подсудимой 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. В октябре 2018 года Вахитовский район суд Казани уже выносил приговор по этому делу в отношении Дарьи Алякиной. И тогда женщину оправдали. Но прокуратура подала апелляцию и Верховный суд Татарстана отменил это решение. Дело направили на новые рассмотрения. Спустя два года в том же Вахитовском суде ей начали оглашать новый приговор. Учитывая, что в деле больше ста томов в заседании растянется на несколько дней. Не исключено, что вердикт суда Дарья Алякина может услышать уже в новом году. Айрат Назип, Данил Филатов, Вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Альвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова